Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию представляю вебкаст под названием Перенос контроллеров домена в Hyper-V. Хотя речь в данном вебкасте будет выходить за рамки только контроллеров домена и вообще мы обсудим в принципе как мигрировать физические машины в окружении Hyper-V. Итак, по сегодняшнему сценарию у нас есть окружение silly.local, в котором находятся два контроллера домена под управлением Windows Server 2003 Enterprise со вторым сервиспаком и установленным R2. На первом контроллере домена установлен 32-битная операционность, на втором 64-битная. И у нас в окружении есть пара серверов HV01 и HV02 с установленным Windows Server 2012 R2 в редакции Data Center с установленной, сконфигурированной ролью Hyper-V. Также есть у нас компьютер с CMP-01, это рядовой компьютер в домене, он будет использоваться для тестов. Что же мы сделаем в рамках данного сценария? Мы мигрируем DC-01 в Hyper-V, то есть мы сделаем конвертацию жесткого диска компьютера в виртуальный жесткий диск, затем создадим для нее виртуальную машину, подключив тот самый виртуальный жесткий диск и протестируем работу DC-01. Затем я расскажу некоторые нюансы конвертирования в VHD, какие могут быть проблемы и какие вы можете использовать методы для борьбы с проблемами. Итак, переходим к первой части. Для конвертации жесткого диска в виртуальный жесткий диск мы будем использовать литвый диск-2VHD, который разработали Марк Русинович и Брайс Коксвелл. Она поддерживает операционную систему, начиная с Windows XPSP2 и Windows Server 2004, ну и соответственно более новые. В ее опциях можно выбирать тип жесткого диска, будет это VHD или VHDX. VHD более устаревший формат, он максимально может использовать 2 терабайта места. Он поддерживается в Hyper-V версии 1.2.3.4, то есть от самого первого до последнего. То есть также, если вы выставите определенный параметр, можно создать виртуальный жесткий диск для поддержки его в Windows Virtual PC, если вдруг такая задача возникнет. Ну и второй вариант, это создание VHDX файла. Он имеет больший объем, то есть до 64 терабайт. Поддерживается исключительно в Hyper-V 3.4, соответственно это Windows Server 2012 и 2012 R2 или Hyper-V Server 2012 и 2012 R2. Конвертировать можно и для них. Также вы можете использовать или не использовать Volume Shadow Copy. Ну, соответственно создание снапшота на томе и после этого его работу. Тут на ваше усмотрение. Ну что ж, давайте произведем установку Disk-2VHD. Настроим параметры виртуального диска и сделаем его конвертацию. Потом скопируем данный VHD на наш хост HV01. Итак, переходим на DC01. Для удобства я вывел на обои название. У меня уже скопирован дистрибутив утилиты. Он находится у меня на диске C в корне. Все ссылки на дополнительное ПО, которое я буду использовать в рамках WebCast, я положу у себя в блоге. Там можно будет их посмотреть. Так, Disk-2VHD. Запускаем утилиту. Лицензионное соглашение. Можно ознакомиться. Принимаем. И вот такой вот у нее интерфейс. Вот, в общем-то, все опции, которые вы можете выбирать. Использовать подготовку для Virtual PC. Создавать в формате VHD или VHDX. Соответственно, включение-отключение данной галочки переключает расширение. Использовать Volume Shadow Copy. В общем-то, в данном случае будет чуть-чуть дольше стартовый этап, потому что делается снапшот и в конце он будет удален. Вот. Ну и, соответственно, вы можете указать, где расположить файл. Меня, в общем-то, устраивает расположение по умолчанию в той же папке, где лежит дистрибутив DIST-2VHD. Так как у меня Windows Air 2019 R2, я использую VHDX. Ну и вообще, использование службы теневого копирования, оно предпочтительнее. Работает в таком случае все намного качественней. Так. Смотрим на наш диск. У нас тут общий объем 10 ГБ. Свободно 5.65. Ну и потребуется место 2.12 после создания виртуального жесткого диска. Завершился процесс создания виртуального жесткого диска. У меня он занял меньше 4 минут. Ну, в общем-то, проблема в том, что использую достаточно медленный диск для Windows Server 2003. Закрываем окно утилиты. Видим наш диск. Вот он. DC01VHDX. Соответственно, его объем. И давайте предоставим эту папку в общий доступ. Ок. Включаем шаринг. Оставим разрешение по умолчанию. Ок. На этом шаге с созданием виртуального жесткого диска мы остановились. В принципе, точно такой же процесс можно выполнять не только на физической машине, но и на виртуальной. Что ж, перейдем к машине HV01. И здесь мы запустим Windows Explorer и скопируем созданный вновь файл виртуального жесткого диска. Выбираем папочку disk.vhd и DC01VHDX мы копируем. Я у себя создам в корне диска.c папку. Назову ее DC01. И сюда сложу файл виртуального жесткого диска. Разумеется, если вы будете это делать в боевом окружении, используйте отдельный диск от системного. И если же это будет кластер или просто индивидуальный серп от личных хранилища, то, конечно, используйте LUN или даже CSV. Что касается сети, я так полагаю, кто-нибудь этот вопрос обязательно задаст. Почему здесь вместо гигабита полгигабита, то есть вместо 110 мегабит в секунду мы видим 40, 50 или максимум 60 мегабит в секунду. Дело в том, что диск с Windows VR 2003, откуда мы производим копирование, он просто не ввозит таких скоростей. Пока идет копирование, давайте запустим презентацию. Итак, мы прошли первый шаг по созданию виртуального жесткого диска. Скопировали его к себе. Теперь нам необходимо создать виртуальную машину. Ну, исходя из конфигурации DC01, это должна быть машина как минимум с одним процессором, с 2 гигабайтами оперативной памяти, с жестким диском объемом 10 гигабайт и с сетью. Ну, жесткий диск у нас есть, а параметры процессора и оперативной памяти необходимо будет выставить. Итак, запускаем Hyper-V. Здесь у меня нет ни одной виртуальной машины, поэтому создаем новую. New Virtual Machine. Назову ее также DC01 и сохраню в папочку на диске C. DC01. Далее. Generation 1, Generation 2. Так как это Windows Server 2003, то можно использовать только Generation 1. Поэтому сразу далее. Память, которая будет назначена на машине на старте. Ну, давайте ее назначим на старте 2 гигабайта. Вот. И мы будем использовать динамическую память. Динамическая память прекрасно подходит под задачи контроллера домена. Далее. Настроим сеть. Это будет VLAN 0.6. Та же самая подсеть, в которой находился контроллер домена, пока был физической машиной. Подключим виртуальный жесткий диск. У нас есть готовый виртуальный жесткий диск. Его выбираем. Далее. Смотрим сводку. Все вроде бы правильно. Finish. И сейчас заглянем еще в настройки виртуальной машины. Settings. Итак, загрузка у нас будет сразу с диска. Apply. Памяти. Минимум 512. Максимум. Ну, давайте 4096 выставим. Вдруг он все-таки перегрузится. Apply. Процессор. Давайте увеличим до двух виртуальных процессоров. И я поставлю галочку о совместимости. Что это может быть другая версия процессора. Или даже другая архитектура. На тот случай, если я буду делать бэкапы, и потом разверну бэкап моей виртуальной машины на другой хост. Таким вот образом. Все остальное можно оставить по умолчанию. Ок. А, еще хотелось сказать о возможности вписать MAC-адрес от реальной машины. Так как адаптер будет с другим драйвером, даже если вы впишете такой же MAC-адрес, какой был у вашего контроллера домена, пока он оставался аппаратным сервером, все равно будет создано новое подключение. Подключение виртуальной сети Microsoft, собственно, создаст там следующую по номеру Local Area Connection. И все равно придется назначать его. Поэтому я оставляю динамический MAC-адрес, пускай он назначается автоматически. Ок. Все мы сделали. Прежде чем включать, по-хорошему, необходимо отключить DC01 из реальной сети. Поэтому давайте зайдем на него. Я буду использовать удаленный рабочий стол. Подключились к машине. И отправляем ее на выключение. Машина отправилась выключаться. И для того, чтобы убедиться, что она разорвала все свои сетевые соединения, я запущу пинг. Ок. Пошел пинг. Уберем в сторонку, чтобы мы его видели. Ну и так как я знаю, что в любом случае, старт виртуальной машины, в общем-то, будет без сети изначально, я сразу запущу сейчас и вновь подготовленную виртуальную машину. Итак, старт. И если вы видите вот такое вот окно с запуском ядра, сейчас порисуется, в общем-то, старт от Windows Server 2003, то можно вздохнуть спокойно. Это значит, что ваша машина подхватилась сразу. Что бывает в других случаях, я покажу чуть дальше. Разумеется, ваша виртуальная машина при старте обязательно выдаст сообщение о пропавшем драйвере. Потому что, во-первых, она не опознает виртуальное оборудование Hyper-V. Во-вторых, у нее остались драйвера от предыдущей системы, которые нужно будет удалить. Ну, это, в общем-то, решается за счет изучения EventUber. Как раз там можно будет прочитать, об этом вам сообщается. Вот, а здесь пока сбросим. Ну и запуск первый займет достаточно продолжительное время, потому что контроллер домена будет пытаться связаться с партнерами по репликации. Этого можно избежать, поставив соответствующий ключ в реестре, но это не считается лучшей практикой. Поэтому для чистоты эксперимента я такой ключ выставлять не стал. Вот, разумеется, ожидания мы пропустим. Так, пресс на окно, запускаем Ctrl-Alt-Alt-Alt, вводим пароль, окей. Незапланированное отключение. Ну что ж, давайте впишем коммент. Окей. Входим в систему. А изначально Hyper-V не поймет, в общем-то, драйвера в рту для машины. Мышь там будет работать просто отвратительно. Поэтому мы запускаем туда IntegrationCVise диск. И ставиться он будет не очень быстро. Так же, как и вход в систему занял порядка двух минут. И установка Hyper-V IntegrationCVise займет тоже, в общем-то, еще пару-тройку минут. Поэтому мы тоже пропустим. Итак, завершилась установка оборудования. Wizard предлагает нам перегрузиться. Уходит компьютер на перезагрузку. И, разумеется, как и предыдущий вход в систему, следующий, так как сеть по-прежнему доступна, займет определенное время. Его мы, разумеется, пропустим. Получаем предупреждение о ошибке запуска драйвера. Ну и входим в систему. Теперь, после установки Virtual Machine Additions, то есть Hyper-V IntegrationCVise, у нас все заработало. Давайте увеличим немножко разрешение экрана, чтобы было немножко удобнее. И настроим сетевой адаптер. Как видим, это Local Area Connection 2. Адаптер я настрою с тем же самым IP-адресом, что был у аппаратной машины. И вторым DNS будет, в общем-то, DC02. Окей. Как видим, на первом нашем адаптере такой же IP-адрес есть, но меня это устраивает. Close. Тем адаптером я пользуюсь не буду. Да, кстати, забыл поставить галочку. Ну, как видим, появилось подключение по сети. Заработало. Галочку вот эту, чтобы отображался интерфейс в область нотификации. Видим, все здорово появилось. Support, Details. Все, 10.0.1.7.2. Адрес появился, работает. Пинг с Hyper-V HOSTA до него идет. Давайте попробуем выполнить пинг из виртуальной машины до 10.0.2. Отлично, пинка работает. Соответственно, все здорово. Давайте пройдем эксперимент. Мы возьмем Active Directory Users and Computers и создадим здесь пользователя. Я создам себя. Лебедев. Далее пароль. Повторяем пароль. Ну и пока что я отключу аккаунт. Далее. Готово. Появился аккаунт. И выполним принудительную репликацию. Наверняка кто-нибудь спросит, откуда у меня взялась команда RepAdmin на Windows Server 2003. Она всегда здесь была. Для этого необходимо поставить Support Tools для Windows Server 2003. У меня сервис пак второй, соответственно, я оставил их. Они существуют 32-битные. Исключительно. Но их можно стать и на 4-битную операционную систему. И они будут прекрасно работать. Ссылку я также дам у себя в блоге. Ну или вы можете найти их в центре загрузок Microsoft. Окей. Выполнится репликация. Как видим, без ошибок. Остановим пинг и подключимся к DC02. Давайте также откроем Active Directory. Administrative Tools. Users and Computers. Так. Сили. USR. Как видим, наш пользователь, которого мы только что создали на мигрировавшем виртуальную машину контрольную домен, он уже появился здесь. Зайдем в свойства. Давайте активируем аккаунт. Вот так вот поставим. Apply. Окей. Стоп, я забыл снять галочку. Нет. Нет. Apply. Окей. Все. Выставил. И опять запустим репликацию. Репликацию, но уже с DC02. Без ошибок. Возвращаемся к виртуальной машине. Делаем. Вот. Refresh. Видим. Настройки приползли сюда. Все здорово. Все работает. Никто ничего не почувствовал. Причем. Такой вот отличенный момент. Я выполнил командный дом. Куэри. ФСМО. В моем случае все ФСМО роли находились на DC01. Так видите. Все 5. И они прекрасно мигрировали внутрь виртуальной машины. Абсолютно так же вы можете мигрировать и не только контроллеры домена, и другие сервера с другими ролями. И в общем-то не только 2003, но и любые другие версии. Если вам потребуется. Но, разумеется, бывают нюансы. О них буквально через секунду. Давайте вернемся к компьютеру CMP01. И войдем в систему, уже используя мой новый аккаунт. Так. Так, 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 так. Почему только завершение работы. Я хочу выйти из системы. Давайте воспользуемся по Вершелл. Выполним логов. Командочку. И я войду в систему от имени вновь созданного пользователя. Произойдет первый вход в систему. Разумеется, он потребует установки приложений. Их я, разумеется, пропущу. Как видим, мы успешно вошли в систему от имени вновь созданного пользователя. Причем, давайте попробуем выполнить Ctrl-Alt-L и сменить, например, пароль. Что тоже у нас получится. А, отказано в доступе. Потому что я запретил моему пользователю менять пароль. Ну что ж, правильно. Так, запустим браузер. Подключимся к сайту с презентацией. Все успешно. Итак, вот на этом шаге мы остановились. Мы перевезли наш аппаратный контроллер домена внутрь виртуальной машины. Все здорово. Репликация идет. Обмен данными работает. Никаких проблем нет. Если в журнале DC01 вы наверняка найдете ошибки о невозможности зарегистрировать динамические записи в DNS. Об ошибках по репликации это как раз те самые перезагрузки и запуски, когда у DC01 не был настроен сетевой адаптер. Но после его настройки, соответственно, все заработало. Что ж, я думаю, с этим все понятно. Теперь о нюансах. Видите, здесь есть машина HV02. И я планировал DC02 тоже в вебкасте мигрировать внутрь HV02. Там тоже стоит Windows ER2003, Enterprise со вторым серфиспаком, но 64-битный. И, в общем-то, в процессе миграции я поймал вот такую вот ошибку. Error Loading Operation System. Соответственно, операционная система не загрузилась успешно. Такая ситуация может произойти, в общем-то, не только с 4-битной системой, но и с 32-битной системой. Это может быть связано, например, с неподдерживаемым драйвером, с некорректной работой VSS, или, наоборот, с тем, что вы ее не использовали, а изменения происходили критические. Ну, а в качестве вариантов борьбы, да, вы можете использовать, не использовать VSS. Вы можете удалить драйвера до начала, но я бы этого не рекомендовал делать, так как если у вас не получится миграция, вы потом просто включаете вашу машину, вам не потребуется ставить обратно драйвера, вы просто ее включите, и все будет работать, как и было до начала процесса миграции. Ну, и в некоторых случаях может помочь восстановление загрузчика. Здесь опции будут различаться в зависимости от того, какую операционную систему вы пытаетесь восстановить, будь то Windows Server 2008, 2008 War 2, или Windows Server 2003. То же самое касается и Windows XP, Windows 7, Windows Vista и так далее. Что ж, я думаю, на этом можно подводить итог. Мы конвертировали DC-01 из аппаратной машины в виртуальный жесткий диск, создали виртуальную машину для DC-01 и прикрепили вновь созданный виртуальный жесткий диск, и потом протестировали работу DC-01. Создали пользователя, поуправляли репликацией, посмотрели, что репликация идет, и никаких проблем нет, ну и затем я немножко рассказал о нюансах конвертирования в HD. Если у вас есть свой опыт борьбы с неудачной конвертацией аппаратной машины в виртуальную, вы можете об этом рассказать, например, в комментариях у меня в блоге, будет очень полезно. Ну а на этом по материалу все. Подписывайтесь на новости у меня в блоге, если у вас есть вопросы и пожелания, представьте меня в почту на lebedefury.gmail.com Все мои материалы собраны у меня на сайте, ну и пройти авторизованное обучение по Windows Server, и не только, вы можете в учебном центре Softline Education. Ну а на этом все, спасибо за внимание и будьте здоровы! Продолжение следует...